И ему говорят, в мае этого года вы сказали следующее, если кому-то удастся установить монополию в сфере искусственного интеллекта, то результат понятен всем, он станет властелином мира. Ну, во-первых, это было сказано в мае, но не Путином, а Мальцевым, и в мае 17-го года, это было сказано одновременно и на эхе Москвы, я и до этого говорил, и этим же вечером на канале артподготовка. Так что это не Путин сказал, а Путин это спер просто. Но в любом случае можно прочитать, что он об этом думает и сделать правильный вывод, что вообще в этом ничего не понимает, просто не сечет, о чем говорят. Рядовой гражданин может уже увидеть, например, применение в банковской сфере, это искусственного интеллекта в банковской сфере, вот эти вот счетные машинки, и там платежи банковские, это искусственный интеллект, оказывается, он так его представляет, искусственный интеллект. Сбербанк активно внедряет цифровые технологии при работе с клиентами, то есть цифровая технология, искусственный интеллект, это у него одно и то же. И это имеет практическое применение, в целом у нас есть здесь и серьезные конкурентные преимущества, это и развитая математическая школа, конкурентное преимущество не в школе, а в конкретных делах, Вова, что ты сделал конкретно, он сказал, вот у нас есть это, 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 нет ни хера, да. Он даже про Сколково не вспомнил, потому что что там вспоминать, там все украли. Это и развитая математическая школа, эти цифровые технологии, основанные на математике, блядь, просто, ну вот, просто болтовня, шлакотвал. То есть шлак абсолютно. Есть несколько отделений искусственного интеллекта, и самый высший из них, это саморазвивающийся, так называемый, думающий интеллект. То есть вообще человек не понимает, о чем он говорит, думающий интеллект, блядь. Искусственный интеллект это система, которая ставит задачи и решает задачи, сама ставит задачи и сама решает задачи, вот это и есть искусственный интеллект. А все, что решает задачи думающие, там, блядь, не думающие, это ни хера не искусственный интеллект. Это информационные технологии более низкого порядка, потому что искусственный интеллект, это, конечно, тоже информационные технологии, только самого высокого порядка. Мы считаем, и я продолжаю считать, что это важнейший вопрос нашего развития на перспективу, вопрос нашей национальной безопасности и выживания вообще российского государства, потому что возможности искусственного интеллекта будут влиять и на оборону. Он все, он дальше этого не видит, оборона, блядь, война, он все воюет, он не понимает, что самая страшная оборонная сейчас отрасль, это медицина. Он не понимает, что самая страшная оборонная отрасль, это не искусственный интеллект, ни хера, да, а это улучшение человека, прокачивание человека. На сегодняшний момент, вот сегодня, сейчас, представляете, и такой дебил возглавляет такую огромную страну. Есть национальный проект в этой сфере, ну, когда я говорю о медицине, я имею в виду и биологические, биохимические технологии, безусловно. Есть национальный проект в этой сфере, выделен необходимый ресурс, так что это одно из важнейших направлений нашего развития. Я уже не говорю про совершенно очевидные вещи, связанные с качеством производства и производительства труда. В общем, короче, бред полный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА